Субтитры делал DimaTorzok У нас будет специальное шоу перед битвой на Неве И называется она «Буря перед битвой» Логично, да Ну да, абсолютно логично И, кстати, хотел бы сразу отметить Очень красивый постер к этому шоу Да, постер меня со мной очень впечатляет Пожалуй, наверное, это лучший постер За все время существования NSW Не сказал, что лучший, но один из точно А какой был, по-твоему, такой же классный? Я не знаю Мне, например, очень запомнился постер На котором был шаман И сзади него лес горел Вот мне почему-то очень этот постер До сих пор я его помню На каком-то шоу Я не помню, что это за шоу Это было, по-моему Где-то, наверное, в прошлом году, наверное Но было же Или даже в позапрошлом году Но было же Ну было, было Ну вот и все Было и ладно Так вот Так что, да Постер, безусловно, хороший Отражающий основные сюжетные линии Которые у нас здесь сейчас происходят А именно Это женское противостояние Катрин Ой, тьфу ты Да, 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 да Понятны твои мысли, Евгений Да, да, да Да, стайты Элиты и Юлианы Противостояние двух команд Лаборатории И Рони Кримсон и Дмитрия Орлова Ну и, соответственно, самое главное Противостояние вообще этого года, я бы сказал Да, это шаманы Акела Все логично, все расставлено И все, знаешь, друг напротив друга И чувствуется вот это вот, знаешь Жара Напряжение Да, да, да Да, кстати говоря, шоу у нас Буря перед битвой Пройдет уже вот буквально в эту субботу А именно 7 октября В 18.00 на домашней арене NSW Ну и Сной проспект 59, корпус 7 Ну да Если вдруг, то еще не знает Ну как обычно, да Ну, ладно Давай парочку слов о том шоу Которое у нас было до этого Ой-ой-ой-ой-ой Какое это шоу Какое было шоу Походу парочкой не ограничимся, да? Слушай, мне Я думаю парочкой реально мы не ограничимся Потому что Опять же, скажу, на мой взгляд По крайней мере За последнее время Я не буду уж говорить за все Там тоже были у нас хорошие шоу Но вот конкретно вот это шоу было Наиболее крутым Я получил столько Позитивных эмоций Именно в рестлинг плане Потому что Все То, что нам показали Кстати, стоит отметить То, что У нас появились Новые Скажем так Вставочки Между матчами Это вот промо Это прямые включения Вот именно, да То, что происходит Прямо сейчас За кулисами А мы этого не видим Потому что сидим в зале Да, это на самом деле Очень круто Мне самому тоже Эта задумка очень нравится Это придает шоу Живности Скажем так Живности Да Ну и в принципе Антураж Весьма такой Впечатляющий То есть Получается такое Знаешь То, что Ты даже в перерывах Между матчами Ты все равно В этом всем находишься В процессе Да Вот, да, да То есть Ты не отвлекаешься ни на что Ни на поговорить с кем-то Ни на что Вот матч закончился Казалось бы Хочется, знаешь, обсудить Там дальше еще Все Ты отвлекаешься от шоу Как мы с тобой Любим делать А тут Раз тебе сразу На троне тебе Хоп Показали пробу Ты сидишь Не отвлекаемся Не отвлекаемся Шоу продолжается Шоу мазгон Именно Вот Ну, в общем Что еще хотела сказать Вот Мы с тобой Очень классные Очень яркие эмоции И впечатления Получили От этого предыдущего шоу И тут, кстати Есть одна небольшая Закономерность Вот буквально Перед этим шоу Анонсировано было В группе НСВ Вконтакте Что Илья Малкин Оставил свой пост Руководителя промоушена И ушел Куда Не знаю Не знаем, да Вот ушел просто Да И вот Я не знаю Совпадение это или нет Но Вот у нас Илья Малкин ушел И если Раньше до этого Мы с тобой Там, я не знаю Шоу оценивали Где-нибудь на Там 4 с плюсом Может быть максимум То вот это вот прям Пятерка вообще Огненная была Огненная Такая горячая Огромная пятерка Не знаю Может быть это совпадение Может быть и нет Но У меня такая мысль Напрашивается изначально Возможно Возможно Да Знаешь, как бы сказал бы Один известный телеведущий Совпадение Не думаю Не люблю его Ну да ладно Значит Собственно говоря Хотелось бы сразу отметить Насчет предыдущего шоу Что это было шоу Не Дмитрия Донского Который был на постере А профессора Айзенхарта И его лаборатории Вот абсолютно Потому что он был везде Мне кажется Он сопровождал нас На протяжении всего шоу И самое интересное То что Знаешь Он был везде Но он был уместно везде То есть как бы Великолепная промо Просто Да Вообще Класс Мне оно понравилось Очень сильно тем Что оно вот именно Как раз отражало Всю ту правду Которую можно было Сказать о фанатах Вот он начал Своё промо С фразы Мол Он не понимает Что с нами С людьми не так То есть Изначально Когда на пандемониуме Лаборатория взяла титулы Все кричали Заслужили Заслужили Прям все Все так радовались за них А сейчас В большинстве своём Когда лаборатория Выходит к рингу Их выход сопровождается Мощным бус С фанатской золой Да И вот это На самом деле Очень Это правда И это звучало Очень естественно Я уже Слово вспомнить не мог Да Поэтому это промо Очень зашло Но опять же Там Айзенхард Отметился матчем С Робу Казалось бы Да Это был матч Который Нам анонсировали Буквально во время Самого шоу Робу Очень хотел биться Да Очень хотел матч Да Мотивируя тем Что его любят фанаты Надо же Матч-то провести На радость фанатам Все дела Что там ещё У нас Нед Бился в матче Против Орлова Да Насколько я помню Этот матч был назначен Тоже прямо на самом шоу Там изначально Там изначально Литана Хотела биться Но Айзенхард сказал Не-не-не Ты его покалечишь Да Ты его покалечишь Это было очень смешно Да Мне это очень понравилось Тоже Ну и собственно говоря Уже на том шоу На том шоу Мы узнали Что на битве На Неве У нас будет матч За командное Чемпионство НСW Которым Сойдутся лаборатория Полагаю В составе Профессора Айзенхарта И Неда И команда Стоящая Дмитрия Орлова И Ронни Кримсона Бывший Командный Чемпион Независимой Федерации Рестлинга И действительно Да Им очень сильную Очень сильная команда Встает сейчас На пути У лаборатории Я не знаю Еще Как Что может Произойти В этом матче Но это надо Дождаться Буря перед битвой И там мы получим Продолжение Этого сюжета Немаловажный факт Что Матч будет проходить По тем правилам Которые мне Лично очень нравятся Да Абсолютно Абсолютно Правда Два из трех Два из трех Это знаешь Это вот такой вот Матч В котором Действительно Можно выявить Настоящего победителя То есть Тут знаешь Нет такого То что ты Случайно выиграл И убежал с титулом Да Вот Тут именно Знаешь такое Вот это вот Не зря Обычно По таким правилам В Мексике Проводят Матчи Там с масками На кону Там С карьерами На кону Потому что Именно в таком матче Выявляется действительно Человек Который сильнее Ну в общем Рождается истина Кто Действительно Заслуживает Право носить Ну Право быть победителем Этого матча Да Все верно С тобой соглашаюсь Так что Матч По правилам Два из трех Да еще и Блин Командный Ну это вообще Круто Я очень хочу Надеяться на то Что матч будет Огненным Да Не уступающий Тейковером Хочется Во всяком случае На это надеяться Так Что еще Можно отметить А По-моему Мы когда с тобой Предыдущий подкаст Записывали Мы с тобой Очень негативно Высказывались Насчет командного матча Дмитрия Донского И свайпа Против Фалькора И Дилайта Потому что Ну матч из ниоткуда Абсолютно неинтересный Тем что это не команды А просто два человека Там Никуда и ни к чему Однако Однако Стоит отметить То что матч Был очень классный Матч был очень классный Он Был наполнен Не только рестлингом Но еще и Развлекательными моментами Когда Донской Кровью плюет В стол свайпа Это конечно Было очень круто И свайп просто Сходит с ума Мол Какого черта Ты делаешь Ты в моего напарника Плюешь Да Он там тряпку достал Начал стол этот вытирать Короче Вообще круто Да Ну и естественно Свайп кинул своего партнера Как оказалось Мы в принципе Так и думали с тобой Что так произойдет Так ему этот и не нужен был матч И Угадал я Вот именно тот факт Что Донского удержат После двух финишеров Да Абсолютно То есть Дилайт провел Свой Драгон сплэш И Алькор провел Свой 630 И после этого Донской был удержан Нормально Нормально В общем матч мне понравился Женский матч удивил Как я не знаю кто просто Ой-ой-ой Это было Блин Это Вот реально Из разряда было шока Потому что никто Никто не ожидал Вот такого Напомню то что Как бы Перед Вообще Ну перед всем Вот этим Матчем Еще до него Там за матч До этого Была показана промо В котором Юлиана Приехала Естественно На шоу Зашла в раздевалку Оставила вещи Пошла попить воды Возвращается А вещей то нету Вот И Как бы А кто Украл эти вещи Не было понятно Никто не знал Да И у всех вызывал Большой вопрос Вот А состоится ли в таком случае Матч Юлианы Элитаны Мы с тобой так подумали То что Ну может Это как-то Не знаю Ну не состоится Матч Или что-то другое Пойдет Но Внезапно Ну вышла Элитана Все нормально Ну а что Внезапно Потом выходит Звучит тема Юлианы Выходит Юлиана И казалось бы Но я блин Смотрю И вот Только когда Вот Юлиана Юлиана Типа Юлиана Подошла Поближе Я разглядел Что это Элита В костюме Юлианы Я сижу Думаю Блин Как это круто Да Мы все такие Ё-моё Это же Элита Черт И это было Так круто И так уместно Что просто Я не знаю Это Я вот честно Такое никогда Нигде не видел Ну возможно В силу того Что рестлинг Достаточно Небольшое количество Времени смотрю Но Сама вот эта фишка Мне очень понравилась Очень круто Вообще просто Вот спасибо вам большое Очень Порадовал вот этот сегмент Ну естественно Элита победила После финишера Юлианы Кстати говоря Да Кстати Да После Элбол Да А нет 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 По-моему Подожди А разве Она до этого Элитный поцелуй не провела Нет Она провела Элитный поцелуй Ложится удерживать На счете Два Сама поднимает И говорит Так подождите Я же Юлиана Залезает на третий канат И проводит локоть Да Короче Огонь И после этого уже удерживает Огонь Да Ну про инаугурацию Лаборатории В принципе Мы уже Часто поговорили Да Два матча Которые Очень нас интриговали Потому что мы понятия не имели Как они закончатся Вообще Это матч Шамана И лопатки И матч Руслана Акела Ангелова И Антона Дерябина Вот мы Вообще Блин Предсказать не могли Что Как может повернуться Событие в этом матче Однако нам предоставили Такое Такое Что даже Мы бы никогда Не додумались Мы сидели Просто офигевали Особенно Значит Что там было Евгений Медведев Предложил какой-то Эксклюзивный контракт Лопатки Чтобы он просто лег Чтобы он просто лег Шаман его просто удержал А он и говорит То что Мол Он такой Он прочитал Этот Договор Там Говорит Ничего себе Отпустил Тогда по-моему Этот В камелклаче Шаман был заперт Вот Он смотрел Такой Отпустил Такой И упал Вот А шаман А шаман не понимал Шаман-то да Он хотел Убить уже Он хотел Убить уже Он говорит Давай Блин Меня удерживай Скорее Пока я лежу Ну да Ну да Вот Но Как это все Обернулось В итоге Обернулось Тем Что Значит Блин А кто победил В этом матче А шаман же Удержал Лопатку Да Шаман удержал Лопатку Да Все круто Он естественно В недоумении Что происходит Простите Да Но В конце Произошел Именно Такой Достаточно Очень Сильный Сегмент А нет Это было В конце Шоу Это не После матча Было Как раз таки Вот в Мейновете Было Да После того Как состоялся Матч Акела И Дерябина Да То есть В этот матч Вмешался Шаман По-моему И естественно Шамана И Акелу Блин Растаскивать Все побежали Потому что Эти двое Когда встречаются На ринге Они не видят Ничего У них все У них глаза Зашорены Все Они только Друг друга Видят И все Убивать 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 Вот И у нас Как произошло Значит Весь персонал Вся охрана Даже персональный Охранник Евгения Медведева Тоже Подключился К этому Делу Рефери Там подключили Они растащили Шамана И Акелу Там даже Я помню Шамана Когда Шамана Когда уводили Из зала То что Уводили Утаскивали Из зала Банально Он еще Блин Такие яростные Вопли Издавал Из коридора Вот Что просто Страшно Страшно Думаешь Может домой Свалить Быстро Вот А что у нас Происходило На ринге У нас на ринге Остался В принципе Дерябин Там Евгений Медведев Остался Целехонький Такой Вроде Здоровенький И Лопатка Где-то там Был Рядом Тоже Да Он залез На ринг И все Думали О Он сейчас На Дерябина Полезет А Евгений Медведев Такой Жук Ребят Вы видите Дерябин Лопатка Это же Колассный Матч Давайте Давайте А Лопатка Говорит Блин Как же Я этого Долго Ждал Поворачиваться К Медведеву Чтобы Разобраться С тобой Огонь И в общем Говоря Дерябин Просто Слез С ринга Сел К тебе На коленки Ой господи Я думал У меня коленки Треслут Если честно Но Дерябин Конечно Много Весит Я не думал Что это Настолько Тяжело Ну и в общем Там состоялся Достаточно Нелицеприятный Разговор Между Лопаткой И Медведевым И где Собственно Лопатка Провел Евгений Медведева Мол Ты думал Я купился На твой Контракт Вот на этот Все Да он мне Нафиг Не нужен Разорвал Разорвал Топтал В ринг И собственно Провел Свой Килсвич И Все На этом Закончил Дерябин Сопровождал Все это Комментариями Из фанатской Зоны С моих коленок Да С моих коленок Да Вот Ну в принципе А вообще Как тебе Мейн-Ивент Понравился По мне Это был Вообще Шикарнейший Мейн-Ивент Ну хорошо Да Этот Мейн-Ивент Вообще Мог бы украсить Любое крупное Шоу НСВ Однако Я тебе говорил Что я не верю Что Акела Удержит Дерябина На раз два Три Чисто в матче Ну и произошла Дисквалификация Нати в Инте И кстати говоря Что мне не понравилось В этом сегменте Единственное В конечном Он немножко Структурно Был нарушен С точки зрения Гимика Персонажа Одного А именно Охранника Евгения Медведева Абсолютно правильно Что Вот По сути Если ты Нанимаешь Охранника У охранника Есть объект Есть объект Который он должен Охранять Этим объектом Является Генеральный Менеджер И То что Охранника Не оказалось Рядом Когда Евгению Медведеву По лицу Давали Это вот Честно говоря За это Я бы На месте Евгения Медведева Уволил бы Его Но Увольнять Может Не надо Ну как Подожди Как Не надо Увольнять Понимаешь Ты не выполнил Свои Скажем так Персональные Обязанности Тебя Наним Для чего Чтобы ты Защищал Евгения Медведева Дабы Он Не получил Никаких Увечий А что Мы видим Он вместо Этого Утаскивает Шамана Это не Его работа Да у нас В России Не увольняют С первого раза В основном У нас там Делают Замечания Выговоры И потом На третий раз Увольняют Но ты понимаешь Все таки Это Профессия Такая Она не терпит Ошибок А если бы Лопатка Провел этот прием И Нанес бы Тяжелую травму Евгения Медведева Ну вот Тогда да Ну что значит Тогда да Это как Дополнительный Фактор Вот убьют Тогда приходите Ну Типа Ладно Окей Ну и Собственно говоря У нас там еще Матч один был На шоу Который Объявили В самый последний момент Прямо в день Самого шоу Однако Он открывал Это шоу Это был Фенрер Против Неизвестного Рестлера Коим стал Антонио Эль Кампион Дель Пуэбло С Петрухой Да Который вышел Месси с Петрухой Я не буду Особо там Распыляться Насчет матча Просто матч был Очень Наполнен Весьма Обильным количеством Комедийных моментов Было Видно Что Фенрер Пытался Как-то Справиться И Настроить Пуэбло На матч Потому что Все-таки Мы же Драться пришли Извините Да Но Пуэбло Там Было На своей Волне С Петрухой И В общем Хотелось бы Отметить Еще один Такой Противоречивый момент В этом матче Потому что Закончился Вспомни он Как Петруха Отлег Судью И Это позволило Пуэбло Свернуть Из-под тяжка Скажем так Фенрера Не значит ли это Нет Не значит Я знаю что ты хочешь сказать И значит ли это Что как бы Появилась такая Гнильца Пуэбло Такая маленькая Гнильца Такая маленькая Ложка дегтя Да В огромной Бочке меда В огромной Без Без сарказма Пуэрториканской Бочке меда Пуэрториканской Бочке меда Да Да Как бы Просто ну Такое Противоречивание Я не говорю Что это прям Вот Хилтерн Все Пуэбло Плохой Но Такое Знаешь Вот Такое Но они же Это Луча мафия Луча мафия Да Мы узнали Теперь что Не просто Лос пацан А Луча мафия Луча мафия Да Это прикольно звучит Так что Ну возможно Это Это как раз таки Послужило Изменением Стиля ведения Боя С их стороны Такие гангстеры 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 Гангстадоры Блин Гангстадоры Да Ну собственно Вот Вкратце В какой там Вкратце Почти в ярких Красках Мы описали Что было на том шоу Давай двигаться Все таки К буре перед битвой Стоп Стоп Евгений Что такое Прежде чем Мы двинемся К нашему Грядущему шоу Я захотел Я хотел бы Поговорить с тобой Вот о чем Все таки Мы же с тобой Луча мигас Как бы И Культура Луча либре Для нас Очень близка Так Я бы хотел с тобой Обсудить Одну новость Которая Вот буквально Пару дней назад К нам пришла А именно В Москве Состоялась 106 Да по-моему 106 опасная зона Да 30 сентября Да На которой Состоялся Матч В котором Участвовал В котором участвовал Локомотив И ему противостоял Соответственно Идакон Ставил свой титул Алькор За титул Блин в легком весе Моразм конечно Моразм конечно Но не об этом суть Но подоплека была Ладно В конце матча Алькор Снял Свою маску Чтобы провести Финальный прием Свой Скажи мне Евгений Как Ты думаешь Сможем ли Мы с тобой Когда нибудь Теперь Воспринимать Алькора Как Луча Дора Лично для меня Лично для меня Это был плевок Во всю Культуру Луча Либры Потому что Луча Дор Не имеет Права Снимать Свою маску Даже Да я понимаю Там он писал Там вот В своем Оправдательном посте Что мол там Ему было неудобно Там проводить прием Но Понимаешь Алькор Если ты вдруг Слушаешь этот подкаст Что вряд ли Ну что вряд ли Да Но вдруг Для тебя дойдет Вот это вот все Что понимаешь Когда ты Надевал маску Изначально И Вот Заводил Вот эти чанты Луча Луча Там Участвовал в команде Луча Доров На Триумфе Вот И всячески Позиционировал себя Как Луча Дор Ты брал на себя Ответственность Ты брал на себя Ответственность Что Да Ты надеваешь маску И ты Понимал Что Возможно Там тебе будет В ней как-то неудобно Это все-таки маска Но Тем не менее Ты ее надел А значит Скажем так Подписал Не знаю Как это называть Договор Или прочее Соглашение Сальсанто Соглашение Да Сальсанто Да Который Смотрит Где-то там Наверху Вот Но Понимаешь Как бы Вот этим Одним своим Движением Ты Просто Обесценил Абсолютно Свою маску Напрочь Обесценил Потому что Сколько Луча Доров Рвали Свои маски Им рвали Свои маски Они рвали Маски Их лица Были Просто Залиты Кровью Но Никто Из них Даже Когда Маска Порвана Чуть ли не Пополам Никто Из них Не Снимает Маску Полностью Да Возможно Их лица Видно Но Все равно Даже Если Половина Маски Сорвана Она Все равно На них Они Не расстаются С ней Никогда Как бы Им Не было Не знаю Там Неудобно Или что-то Поэтому Блин Я очень сильно Разочарован И твоя маска Как я уже Повторюсь Она Полностью Обесценена Потому что Даже если Сейчас Будут Какие-то Возможные Допустим Ну Теоретически Да Какие-нибудь Возможные Матчи Были бы Там Допустим Маска Против Маски Там Не знаю Против Феннера Против Робу Не важно Там Не знаю Маска Против Волос Маска Против Титл Не Субыть Просто Твоя маска Сейчас ничего не стоит Ты сам Ее С себя Снял Как Ненужную Тебе Вещь Которая Тебе Мешает Я повторю Тебе Она Мешала Поэтому Какой Смысл Вообще Будет В победе Твоего Оппонента По таким Правилам Если Эта Маска Ничего Не Стоит У Других Лучидоров Маска Стоит Потому Что Они Не Снимают И Забрав У них Маску Ты получишь Что-то Большое Что-то Важное Для Них Твоя Маска Не Стоит Ничего Поэтому Извини Меня Но Отныне Я Тебя Не Могу Считать Никак Лучидором И Ты Очень Сильно Опустился В Моих Глазах И С Твоей С С С С Честно Выступать Без Маски Но Конечно Это Все На Твоей Совести И Все Это Чисто Мое Мнение Вы Можете Соглашаться С Этим Можете Не Соглашаться С Этим Но Факт Остается Фактом Для Меня Алькор Больше Не Лучидор Ну Коля В Принципе Достаточно Емко Выразил Свою Мысль Как Специалист По маскам В принципе Что он Думает Относительно Все Этой Ситуации Я С ним Соглашусь И Вот Я Например Ну Вконтакте Сижу Да И Я Подписан На Группу Независимой Федерации Рестлинга Там Вот Был Пост Касательно Специального Обращения Алькора К Фанатам Как раз Таки После Этой 106 Опасной Зоны И Буквально Первый же Комментарий К этому Посту Вот Это Я вот Считаю его И просто Вижу Что Вот Этот Человек Который Вот С нами Одной Мысли Вот Он Он Проводит Пример Как Сейчас Почему Вот я Цитирую Что он Пишет Почему Фишман Младший Когда Вот он Порвал ему Маску Практически Пополам Весь бой Придерживал Ее остатки Рукой Но не Снимал Это Риторический Вопрос Да То есть Он Не требует Абсолютно Никакого Ответа Этот Человек Еще Прикладывает Фотографии Где Видны Лучадоры С порванными Масками Они Там Уже Практически Полностью Порваны Но Они Их Не Снимают Они По Прежнему На Честного Года У него Был Фьюд С доктором Вагнером Младшим И Вот Честно Вот Каждое Шоу Каждое Шоу Вагнер Рвал Маску На Сайк Клауне Но Он Ее Не Снимал Он Фонтанировал Кровью Там Еще Что-то Но Он Ее Не Снимал Потому Что Маска Это Вот Ты Надел Ее И Ты Снимешь Ее Только В том Случа Если Ты Ее Проиграешь Проиграешь Ее Причем С честью А не Вот Так Мне Неудобно Серьез Честно Вот Меня Самого Тоже Это Такое Такое Поведение Алькора Абсолютно Не устраивает И я Честно Говоря Сам Даже Не знаю Как Теперь За него Вообще Можно Болеть И Пусть Только Попробуют Завести Чант Луча Луча Я Блин Отвернусь Точно Сразу Даже Че далеко Ходить Там В Трипле А В Лучи Андеграунд Вспомни Матч Архениса Когда Не помню То ли Марти То ли кто-то еще Ему реально Маску чуть ли Не пополам Сорвал У него реально Было лицо Ну Так Видно было Большую часть лица Да Да Припоминаю Она у него еле держалась Но он не позволил Себе ее снять Причем Он продолжал Проводить все приемы Свои Хайфлайерские Приемы Вот Но Он не позволил Себе ее снять Даже Когда она у него Была порвана И держалась Буквально Не знаю На паре ниточек Ну в общем Говоря Да Достаточно печальная Новость К нам приходит Из Независимой Федерации Рестлинга Что там происходит Вообще Я сейчас Не буду ничего Говорить про матч Потому что Ну Это же локомотив Господи Его с одного Финишера не победишь Это уже все Извините Прописано Вот Ну ладно 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 все Давай от плохого От плохого Потенциально хорошему К потенциально хорошему Интересно Да Значит у нас Грядет Буря Перед битвой Буря грядет Буря грядет У нас анонсировано На данный момент Шесть матчей И В официальной группе Инозабл и ВКонтакте Выложили уже Это как вот Целостным файлом Кардом То есть Больше я так полагаю Матчей не будет объявлено Если они конечно Прям в день шоу опять Если они прям в день шоу Опять не объявят Какой там матч Как было на предыдущем Не Я думаю вряд ли Вряд ли Ну да ладно В общем говоря Значит Давай Начнем Сразу к карду Да сразу к карду И первый матч у нас Пожалуй Мы выбрали Как первый Это будет Робу против Неизвестного оппонента Да Но мы стараемся В такой небольшой Градации По значимости Выставлять матчи Чтобы От меньшего к большему Да Чтобы От менее важных К самым важным Чтобы в наших подкастах Тоже был мейн ивент Мейн ивент Да 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 Вот Ну что У нас Робу Собственно Этот матч Как бы Евгений Медведев Пообещал Робу На прошлом шоу Когда Робу Говорил то что Когда же у меня Будет матч Собственно Вот он Да Медведев еще Добавок ко всему Сказал что Тебя ждет Очень ответственный матч С очень серьезным Противником У нас было Значит он Вот Я вряд ли думал Что это будет Фокус Хотя на самом деле На самом деле Его матч С Робу Я бы посмотрел Это мне кажется Было бы довольно таки Забавной вещью Вещью Не говори Вот Но все же Все же Все же Все же Я считаю Что Его оппонент Может стать Наконец-то Вернувшийся Обратно Петруха Ага Да Потому что Все таки Рестлер он Довольно таки Опытный И К тому же Было бы интересно Посмотреть На него В матче с Робу Ведь Матч С Пуэбло У Робу Уже был Вот Один на один Один на один А когда? А ты думаешь Я помню Вот 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 С этим у меня Проблемы Я К сожалению Точно не могу сказать Но по-моему Этот матч был Блин Я честно говоря Не помню Серьезно Я помню Что они пересекались В командных матчах А Слушай Скорее всего Они в команде Когда еще Робу Был с Донским В команде Вот у него был матч Против Волк Пацанов Ну как раз Но чисто Друг против друга Они встречались Получается Все равно Ну как бы На одном ринге Сходились Так и с Петрухой Блин Он сходился Да Но тем не менее Как бы Потому что я Немного забегая Вперед Там Для Пуэбла Другая роль Вот Поэтому Как бы Я считаю То что В принципе Его матч Мог бы быть С Петрухой Который По идее Ну На шоу У нас Никак не занят Вот И как Чисто как Оппонент Робу Он бы Вполне себе Зашел И как открывающий Матч Это было бы Вполне весело У меня Да У меня был вариант Насчет Петрухи И даже была Определенная Цепочка Выстроенная То есть У нас У нас как У нас На предыдущем Шоу На предыдущем же Нет Не на предыдущем На июньском шоу Был матч Фенрера И Робу Он был С подоплекой На то Что Фенрер Бросил Своих Своих Командных Партнеров В матче В рамках Турнира Триумф И Робу Захотел ему Отомстить Отомстил Победил Сворачиванием Окей Хорошо На следующем Шоу У нас Матч Фенрера Против Пуэбло А Робу Матч не получает Я не знаю Почему То есть Конечно В этом логике Никакой нет Но почему-то Мне кажется Что вот сейчас Эти рессеры Робу Фенрер И Луча мафия Они будут Как-то между С собой Взаимодействовать Я почему-то Так думал Именно поэтому Я думал Что будет Петруха Чисто исходя Из того Что Пуэбло Был на предыдущем Шоу А Пуэбло Просто выйдет Его сопровождать К этому матчу Ну как естественно Как и Петруха В том матче Его сопровождать Но Есть и второй вариант Так Он Из ниоткуда Но Это может быть И Фредди По сути Потому что Ну Этот человек Представляет Серьезную угрозу Для любого Чемпиона Поскольку Носит еще Этот чемоданчик Когда он Его закэшит Уже Уже почти год У меня горит уже И У меня Как раз таки Есть мысль Насчет того Что это может быть Фредди И ему пора бы Вернуться уже На эту бурю Перед битвой Напомнить о себе Что У него есть Чемоданчик Что Он может Испортить жизнь Любому чемпиону Однако Было бы это сделать Можно было бы Это сделать Гораздо круче Наподобие Как в НФР Например сделали То есть у нас На Реслиаде Ой вру На сотой зоне В лестничном матче Слава Нескубина Выигрывает чемоданчик Потом просто Его нет Определенное время И там На шоу Блин Я не помню Короче это было шоу На котором Кулаков и Дерябин Отобрали командные титулы У Орлова и Кримсона И вот в этот момент Просто из ниоткуда Звучит музыка Слава Нескубина Он выбегает Гарпунит Налево направо Удерживает Кулакова Все Может быть В НСВ Нас делают так же Я не знаю Но вполне Возможен вариант Что это может быть Фредди А че Несерьезный соперник Бывший экстремальный Чемпион Простите Слушай тут да Тут Фредди Бывший легковесный Чемпион НФР Тоже на секундочку Так что Я могу Интересный вариант Кстати говоря Могу позиционировать Фредди Как серьезного Соперника Чисто Ну вот Из-за его Чемоданчика Ну и опять же Учитывая все его Предыдущие регалии А с Робу Он по-моему встречался Да И Фредди Тогда его Сильно унизил И причем Фредди В этом матче Я даже помню Он сказал Что Не ровен час Я использую Этот чемоданчик Чтобы забрать У кого-то Его заветный титул А пока Я разомнусь На этом неудачнике Показывая на Робу Слушай А тогда вообще Складывается Вообще Замечательно Потому что Поэтому я так и думал Подожди Просто смотри Я просто забыл Даже этот момент То что Молодец Жень То что ты вспомнил Потому что Если посмотреть По тому промо Что было Что вот К этому матчу Ведет Где Робу Тренируется Он просто Знаешь Там прям видно То что В одном из моментов Когда он не может Поднять этот блин Потом тренируется 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 И он легко Этот блин Поднимает Потом забегает Еще на лестницу И там радуется Вот То что знаешь Как бы Типа в него Никто не верил А вот раз Ты такой сильный стал Поэтому В таком случае Если будет Это Фредди То может Знаешь Он готов К этому матчу Он полностью готов Там победить Фредди Там и прочее Так что В таком случае Да Так что Ну Я не стану Брать Рестлеров Калибра выше Потому что На нас у них Другие планы Ой На них у нас Другие планы На нас у них Ну да Вот В принципе Ладно Дальше Дальше А Так в плане победителя Не робу Вообще не веришь Да В него Вообще не веришь Мне Я люблю Робу Вообще Вот это Робу Но Все таки нет Все таки Пока нет Мне вот его фотография Нравится Такой задумчивый Задумчивый Он серьезный Он настроен Он готов рвать И метать Вот мне очень нравится Его фотография Ну слушай Это тоже Говорю Зависит от соперника Какой ему Попадется Потому что Например Петрух Он может победить Петрух Он может победить А выйдет митцар Блин какой нибудь Митцара победит Нате вам А что если это Знаешь кто Не знаю Стол Стол Победит ли он стол Смешно Да не Ну Совсем уже не надо В маразм Окунаться Ёлки-палки Ты Ты вспомни Стол Там матч Ну вот это На один раз Понимаешь Это Если много раз Такое проворачивать Это утратит Свою фишку Утратит Это будет уже Неинтересно То есть Как бы Стол у нас Не в ростере Что ли Ну на сайте Его нет В ростере Черт Пора бы уже Он уже первую победу Ну ладно Не судя Это все конечно Шутки Вот И все таки Игру Тут уже зависит От калибра Соперника Если все таки Если ну как По моему Это будет Петруха То мне кажется Что что Роба победит Если Это будет Фредди То думаю Тут вряд ли Ну В принципе У меня вариантов Больше нет Кто это может быть Вообще Ну то есть Как У нас В группе Вконтакте В комментариях Под анонсом Этого матча Один человек Пророчил Фокусника А другой Пророчил Поебло Ну мы разобрали Уже Почему ни один И ни другой Ну По нашему Субъективному Мнению Эта фраза Как бы Помните Что Мы тоже Люди Мы тоже Мы собрались Так Чтобы Высказать Своё мнение Мы собрались Да Для начала Мы собрались Ладно Как Вальтрон Поехали дальше Опа Папапапам Мы переходим К матчу Который Один из Таких Самых Ожидаемых А знаешь Почему Знаешь Почему Потому что Это дебют На Основном Шоу Замечательного Рестлера Из США По имени Диджей Который Дебютировал У нас В начале Года В начале Ж года Да У нас был На фестивале В Мазопарке Да На фестивале В Мазопарке И тогда Он просто Покорил Наши сердца Своей Безудержной Энергии Своей Безудержной Харизмой Ну матч с Недом Тогда был Хорош Очень хорош И потом Еще Он приехал К нам На Эпиккон И показал Еще Круче матч Уже тогда С Нед Как там Как там Нейтом Старком Нейт Старк Да С Нейтом Старком И Тем же Как раз таки Недом Ну Тебе виднее Я потому что На Эпикконе Не был К сожалению Только результаты Читал И Я получил Просто Невероятную Энергию Заряд Заряд бодрости Заряд Да Не-не-не Что бы Что бы Просто Огромный позитив Получил Просто от того Что этот рестлер Делал на ринге И Черт возьми Я дико рад Что он Наконец-то Наконец-то Добрался до наших шоу И Самое интересное Что Это у него Не просто матч Это можно сказать У него экзамен Потому что Он Попрос Ну Скажем так Не попросил А он Получил Это право Благодаря профессору Который сказал То что Я буду у ринга И я буду смотреть Если Ты меня Впечатлишь Я Замолю За тебя Слово Евгению Медведю Потому что Тут В NSW Мое слово Имеет вес Вот И Блин Я очень надеюсь Что NDJ Получит место В ростере Вот Ну А его соперницей Будет Литана И надо сказать То что Это такой На самом деле Серьезный соперник Для NDJ Которая Как нефиг Дмитрия Орлова Покалечит Покалечит Но Мы же не можем Отрицать этого Профессор же Знает Как бы Силы своих бойцов Как бы И я не думаю Что он просто так Сказал То что Литана Погоди Ты его покалечишь Вот Но Надеюсь NDJ Покалечен Не будет Вот И Тем не менее Блин Я думаю Что Литана Должна победить Потому что Энди Здесь Не обязательно Побеждать Ему Нужно Провести Впечатление На профессора Вот Поэтому Это не обязательно Победа Это может Не знаю Какое-то там Стремление Не знаю Какой-нибудь там Будет какой-нибудь Прием Классный Или Он как-нибудь Не знаю Его поведение Или как-нибудь Поступит Во время этого Матча Если вдруг Какая-то там Ситуация будет Вот Так что Ему не обязательно В этом матче Побеждать А Литане Эта победа В принципе Бы пригодилась бы В дальнейшем Вот Тем более Тем более Профессор Был очень Ей Недоволен После Прошлого Шоу Потому что Она пошла Сама себе Матчи Назначила Да Да Такая Вообще Оп и Пошла Вот Послушай Девочка Послушай Девочка Черт Это Просто Блин Такая Фраза Столько В ней Прям Вообще Собрано Послушай Девочка Черт Блин Это Очень Круто Было Да Это Очень Ну В общем Говоря Да Я с тобой Здесь Абсолютно Солидарен Я тоже Не вижу Абсолютно Никакого Смысла В победе Энди Джея Как бы Безумно Он мне Не нравился Он мне Нравится Вот Но Литане Нужно Сейчас Именно Одерживать Победу Потому что Она Не может Похвастаться Победой По служным Спискам Да Победой Над Какими-то Скажем Значимыми Рессерами Я вот Вообще Не помню Она по-моему В одиночных Матчах То и не Преуспевала Не преуспевала Да Она Проиграла Юлиане Я просто Не помню Что было точно На фестивалях Мазопарке Эпикконе Что там Творилось Но Ну вот По крайней мере На предыдущем Шоу Она Юлития Проиграла Но Тем не менее Стоит отметить Что Показала Она себя Весьма достойно То есть Как бы Это не было На ринге Я сейчас Не про внешность Я сейчас Именно про Ринг скилл А то у нас Блин Привыкли Что-то люди Думают Что если Девушки на ринге То это Сразу нужно Смотреть На ее Формы Блин Бесит Серьезно Это Мнение Так что Надо как бы На девушек Смотреть на ринге Именно что они делают А не чем они вертят Абсолютно Правда Абсолютно Правда Так что На ринге Литана Мне нравится Как Рессер Вот Так что Ну Что Тут еще скажешь Я Я очень надеюсь Что все-таки Энди Джей На Профессора Ну Повлияет Своим выступлением Произведет впечатление Произведет Вот все правильно Да Ты не мог Подобрать слово Вот И соответственно Мон Ставит Участью В нашем росте Ну что ж Тогда давайте Дальше Двигаться Предлагаю Да Предлагаю Обсудить Дальше Командный Матч Дела Этой Человека В маске Против Команды Бойс Бэнд Да Давай Обсудим Итак Так как Я вообще Впервые Вижу Бойс Бэнд Можешь Мне Объяснить Кто это вообще Такие Это веселые ребята Не Я понимаю Что это веселые ребята Но Честно говоря Промо Которое у них было Оно было чудовищно плохим Ну вот Которое Предвосхищает Вот этот вот Матч Он был чудовищно Просто плохим Плохое промо Честно говоря Я вообще Не понял его Что вот эти вот Ребята Сами похожие На школьников Которые вот Буквально Не знаю Школьники Выпендриваются На школьников Получается По сути Просто как бы Они Сами просто На таком же Считай Уровне Выглядят Как свои оппоненты Как школьники Скажем так Вот И они Это используют В уничтожительном В уничтожительной форме Ну ребят И тем более Вот реально Из этого промо Я вообще Не понял Что это за люди Вот объясни мне пожалуйста Ты их наверное лучше знаешь Да что Ну это Это музыканты У которых есть Якобы свои хиты Я их не слышал Но они есть Наверное Вот Как бы А вконтактике Можно послушать Наверное Я не знаю Но в общем Серж Салливан Например тоже не знает Потому что там Было промо Например Он Когда они говорили ему Мы станцуем На твоих костях Под наши хиты Салливан стоит Думает Какие хиты О чем речь Ребят Это Вообще У бойсбенда Знаешь Такой Такой Стандартный Прием Надавливания На Рессеров Которые выступают В маске Что мол Они Вот например Сальвана Они говорили Что он носит маску Чтобы мама не видела Чем он занимается Алькору Они говорят Что это Школьник Который Прячет прыщи Свои А Дилайт Просто школьник Да Просто школьник Да Ну то есть У них Такие Знаешь Мальчуковые Подростковые Подростковые Нападки На своих Оппонентов Ну Надо сказать Что вот Я видел Когда они выступали В НФР Достаточно Буйкие ребята Их вообще Трое Изначально Было Трое Их было Трое Да Марти Роди С ними Был еще Эван А куда Он делся А вот Я не знаю Куда Он делся Его Выперли Из группы В какой-то момент Просто пропал С экранов И Не появлялся Но даже Был момент Видимо Продюсеры Поняли Что он Слабый Продюсер У них Один Я не знаю Правда Где он Сейчас Но он Мелькал На экранах Даже Так Я просто Они дебютировали Насколько Я помню На одном Из чемпионатов Опасной зоны Против команды Трипсиха Я просто Думал Блин Ребят Вам капец Серьезно Трипсиха Джокер Локомотив И Бонни Кто не знает О ком я говорю Но Вообще Они Скажем Считают себя Крутыми Популярными Но не получают При этом Ответной реакции Из зала Но на самом деле Ребята веселые Веселые Да Они на самом деле Веселые ребята То есть Они Вот Помяни мое слово Они Когда будут Выходить к рингу Они отберут Камеру оператора И будут Себя вот так Снимать Прямо на ринге Вот Они так делают Это их впишка Это интересно Да Ну и у них Конечно Фирменный танец Свой есть Там Хорошо Поскольку Это Голосовой подкаст Я как Покажу Я не покажу Ну хотя бы В двух словах Очень хорошо Там очень плохо Налево Направо Потрясли Да ну нафиг Нафиг Ты меня это вообще Попросил говорить Это вообще Убого звучит Не ну просто Скажи Это хорошо выглядит Или скажем так Это Знаешь Как обычно Любят такие гиммики Мол Типа Они нифига Не умеют танцевать Но типа Пытаются Это типа Комично Так должно выглядеть Потому что Они вот Типа танцоры Но они плохо танцуют Но считают Я вот не силен В танцах Поэтому не могу Сказать на любителя Ну вот в общем Будет Шоу Увидишь Хорошо Ладно Ну у нас Короче На самом деле Матч заострен Больше не на этих ребятах Они конечно Интересные Забавные На их соперниках Алькор и Дилайд Продолжают рамсить Между собой Но тем не менее Все равно Выступают в команде Они выступают в команде Не по своей воле Их свели в команде И честно говоря Сейчас У меня Ощущение такое Концовка матча Должна быть за Дилайтом То есть он именно Должен удержать После своего Драгон сплэша Он представил Своё название Своего финишного приема Да В промо Он должен удержать Да абсолютно Без разницы кого Хоть Марти Хоть Родди Для меня они на одно лицо Они Ну вот да Вот как Тима и Лео Путали изначально Тоже Такие же примерно ребята Тоже их путают Немногие могут запомнить Но правда Родди Он выступает В синим Нет В синим А Марти В зеленом Когда с ними был Эван Он выступал в красном Вот их только так Можно было отвечать Родди выступает В длинных волосах А Марти в коротком А Марти в кепке А Марти в кепке Да Так Ну в общем говоря Честно Вот У тебя есть какие-нибудь мысли Насчет того К чему вообще ведет Вот это вот Противостояние Дела это Алькора Единственное что напрашивается Это к матчу На битве на Неве Друг против друга Один на один Да Нет Мне кажется Все таки Знаешь Это не Их не готовит К одиночному матчу Мне кажется Все таки Знаешь Это вот Как ты тогда правильно Упомянул То что это Типа знаешь Как вот их Соединили Как Сезара и Шеймуса Вот Вот типа Они там враждуют Враждуют Ну типа Такая вот команда Укрепляется Укрепляется Да Они сейчас типа Враждует Но потом Их этот Союз будет Более таким Уверенным И они пойдут За командное чемпионство Поэтому я думаю Вряд ли сейчас Этот матч Будет Поставлен Тем более На битву на Неве Ну не знаю У этих обоих парней Очень мощное эго Что у дела Это что у Алькора И я понять Ну и в принципе Знаешь Они соединят Оба своих эго В одно большое эго И скажут А мы Почему бы нам Ну ладно Хрен с ним Да мы типа Друг друга Ну не особо любим Но тем не менее Как бы Мы Смотри как круто Сработ Работаем вдвоем А почему бы нам Этот Не замахнуться На командные титулы Ну В принципе Имеет место быть Такой сюжет Да Он даже Вполне себе Логично А уже потом Уже потом Знаешь Уже Вот это Большое эго Будет распадаться На два Обратно То есть как бы И уже начнется Терки У них Ну хорошо Как вариант Ну я Точно помню В одном из промо Евгений Медведев Говорил Что он хочет Сделать из этих Двух ребят Команду А если Евгений Медведев Чего-то хочет То не забывай Ну честно говоря Он не особо В это вовлечен Нет Его можно понять Он сейчас занят Шаманом В основной стиле Ну да Ему сейчас не до этого Так что Вот он просто Назначает им матчи Из своего кабинета Скажем так Именно это все Командные Но тем не менее Просто у меня такой вопрос Не очень много Команд В принципе Даже если брать Из НФР Каких-то вот Команд Которые Можно условно говоря Подложить под дела Это Алькора Чтобы они в дальнейшем Поняли Что они мол Такая крутая команда Вместе И они могут И они могут на ринге Ну Их как бы не очень много И я не знаю Насколько долго Это все продлится Серьезно Я продолжаю Придерживаться Той точки зрения Что я не хочу Их видеть в одной команде Я полностью С тобой согласен Кстати говоря Как и однажды Я не хотел видеть В одной команде Сазара и Шеймуса Потому что матчи Они выдавали Классные Вот прям огонь И эти ребята Я уверен Они тоже выдадут Классные матчи А тут у нас идет Прямо обратка То есть Сазара и Шеймус У нас сначала Враждовали Именно были матчи А потом Их делили в команду То сейчас Дилай Тайкор Вообще Просто в команде Как бы У них не было Там серии матчей Друг против друга И прочее Их делили в команду Да они друг друга Не любят Но у них как бы Сейчас есть команда Вот И потом он дальше Уже начнется Разделение Но все-таки Мне кажется Сейчас Сейчас Именно Они станут командой То есть Ты хочешь сказать Что к ультиматуму Вот эту команду Готовят Чтобы Отобрать Командные пояса У лаборатории Ну Еще не факт Что в лаборатории Ну Ладно Поговорим еще об этом Да Еще пока Знаешь Это не факт Потому что Есть у нас Главные претенденты Их тоже нельзя Со счетов Снимать Тоже верно Вот Но тем не менее Знаешь А у нас просто команды Нету Вот если Смотри У нас только вот Сейчас команда Лаборатория И Орлов и Крымсов Которые собственно Из ДФР Вот А в нашем ростере Команды И нету Ну Ну Лос-Пацан Хорошо Как бы И лаборатория Их разделывала Вот Так что Как бы Иметь В карде В командном дивизионе Команду Из Дилайта Алькора Это очень круто Честно говоря У меня есть такая мысль Что Ну Вот серьезно Вот пускай Лаборатория побеждает Ронни Кримсона И Дмитрия Орлова На битве На Неве И забейте Вы нафиг На эти команды Серьезно Оставьте пока Эти титулы Лаборатории И пускай Они попробуют Дальше куда-то пойти Чтобы Они как-то Сами дальше Развивались Выходили за рамки Командного дивизиона Пускай они доказывают Что они короли Не только в нем Но и в принципе Как бы по жизни Извините за выражение Вот А тем временем Можно готовить Я надеюсь Что сейчас В школе NSW Тренируются Достаточно перспективные Ребята Я тоже надеюсь на это Да Которые смогут При дебюте Показать Что они действительно Могут Противостоять Лаборатории И вот уже тогда Возвращайте Лабораторию В командный дивизион Именно И вот этих ребят Туда к ним Но это нужно быть Не одна Две точно команды Сразу У нас команд нет Ты это сам видишь У нас команд нет Да Так что Честно Вот Ну Я хочу Чтобы эти двое Алькор и Дилайт Бились друг против друга Они были В одной их команде Ну как я тогда говорил Серия матчей Серия матчей Между ними Да Бест Лучше из трех Лучше из трех Лучше из пяти даже Из пяти много Из трех Много да Но тем не менее И за какой-то там Какой-нибудь Приз Не знаю Юник оппотюнити Именно это Да От Евгения Медведева Ну А победят Если Дилайт и Алькор Как уже сказали Ой да господи Да И я настаиваю на том Что Дилайт должен провести удержание Абсолютно правильно Потому что Алькор Удерживал в прошлом матче Если следовать твоей логике Что они должны будут продолжаться Как команда То тогда Дилайт должен удерживать Абсолютно правильно Все Погнали дальше Ага А дальше у нас такие матчи Спаренный матч Ну Спаренный Как назвать Сдвойные матчи Которые связаны Между свободной И сюжетной линией Абсолютно правильно Умеете формулировать Свои мысли Николай Ну Я не могу Настолько классно Формулировать Мысли Как ты Евгений Ну да ладно Так у нас матчи Да Значит Два матча Которые завязаны На экстремальном чемпионстве NSW Которым владеет сейчас Свайп Значит я сейчас говорю О двух матчах Которые были анонсированы Уже Евгением Медведевым А экстремальный чемпион Свайп Будет биться в матче Против Фенера А Дмитрий Донской В сопровождении Гаммита Будет биться Против неизвестного Рестлера Оба этих матча Они на время И В общем Значит сейчас Я немножко расскажу Об истории Кто не сильно следит И не смотрит там Промки Хотя надо бы Суть в том Что Евгений Медведев Предложил Такую возможность Человеку Который одолеет Своего соперника За более короткий Промежуток времени Соответственно Речь идет о Дмитрии Донском И Свайпе Этот человек Сможет выйти В матче За экстремальное чемпионство На битве На Неве Спустя 5 минут Как два рестлера Уже начнут Бой И да Сразу же говорю Это будет трехсторонний матч Как могли бы догадаться И вот Что самое Важное Евгений Медведев Успел обмолвиться Одним словечком О третьем участнике Что он отказался От этого права Выходить Через Спустя 5 минут Именно поэтому Именно поэтому Есть определенные мысли Уже Кто это может быть Но мы об этом поговорим Уже в конце Когда будем Немножко забежим На битву на Неве Уже Исходя из тех промо Которые мы видели С Дмитрием Донским Со Свайпом Складывается такая картина Что Свайпу Идея Выйти спустя 5 минут От начала матча По кайфу По кайфу Да По кайфу То есть он будет Пытаться максимально быстро Победить Фенерера В матче Чтобы Это право он получил Дмитрий Донской Лично Дмитрий Донской Не гамбит Сейчас лично О Дмитрии Донском Речь идет Он придерживается Той тактики Что Матч Вот этот Если он выиграет Это право Выйти спустя 5 минут Матч может закончиться В эти 5 минут И он выйдет А что толку Там матч закончился уже Именно поэтому Дмитрий Донской Будет пытаться Как мне кажется Возить своего противника Максимально Максимально Долгое количество Времени Чтобы Свайп победил Фенерера А Донской Бился Один на один Там с третьим Участником Изначально Вот в матче За экстремальное Чемпионство И он будет Стараться За эти 5 минут Его одолеть Чтобы Свайпу Даже возможности Не дать выйти Такой вариант Лично сам Гамбит Например Он почему-то Придерживается Тактики Чтобы Дмитрий Донской Повременил С этим То есть он Нет Точнее он Как можно быстрее Разделался соперником На шоу Буря перед битвой Чтобы выиграть Право выйти Спустя 5 минут На битве На Неве В матче Он уверен Абсолютно На все 100% Что Свайп Не сможет В матче По экстремальным Правилам Удержать соперника В течении 5 минут И он уверен Также в том Что Евгений Медведев Абы кого В этот матч Не поставит Здраво Здраво Абсолютно Да Так что я Вот вижу Примерно Как будут идти Эти матчи Безусловно Свайп Победит В своем матче Донской Победит В своем матче Но тут даже Не это важно Именно время И вот Ну мне Мне хочется Верить Что вот Ну Свайп Он же Он такой Хитрый Такой Персонаж Сам по себе Который Там Полегче Ему бы Что Получить И он будет Стараться Фенер Победить Как можно Быстрее Как мне кажется И он в принципе Способен На это Потому что Фенер Не может Похвастаться Победами В одиночном Матче К сожалению Если он конечно Проиграет Сворачиванием Ну это будет Совсем Уже Извините Блин Третий матч Подряд Сворачиванием Проигрывать Это конечно Это Ахиллесова пята Как ты Однажды Мне сказал Вот А Дмитрий Донской Будет Побеждать В своем Матче Но Он будет Тянуть Намеренно Как мне кажется Зная его стиль Намеренно Не намеренно Да Вот Правильно Ты сказал Что Зная его стиль Такой Более Затяжной В чейн Войти Соревнования В стойкости Вот И давай Все таки Порассуждаем Если у Свайпа Уже известен Соперник То Кто же станет Соперником Дмитрия Что ты там Про Пойбло говорил Какие у тебя Планы на него Вот сюда Вот сюда Вот сюда Вот Как вариант Потому что Как бы Смотри У нас у Свайпа Тоже Не самый сильный Соперник Вот И поэтому В принципе На контрасте Вот с этим матчем Соперником Доскового Если станет Пойбло То будет Ну В принципе Очень логично Вот Во-первых И Пойбло Как бы Такой Скажем так Не сказать Что мощный Соперник Но И не самый Слабый Вот Такой Серединка На половинку Скажем так Вот И вполне В принципе Против Донского Это Адекватный Оппонент Вот Так что И Вот Этот Именно Если будет Пойбло То У Донского Будет Матч Дольше Чем у Свайпа По логике Вещей По логике Вещей Ну И Как бы В принципе Как это Вижу Я Как бы Это Могло Быть Но 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 Ты же Что-то Хотел Сказать О чем Подожди Или Ты тоже Думаешь Что это Пойбло Будет Да нет В принципе Я Солидарен Или Подожди Или Может Это Будет Стол Да Отстань Ты со Своим Столом Уже Надоел Параноик Блин Ты чертов Со своим Столом Нет У меня Есть варианты Но они Гораздо Более Неожиданные В отличие От Пойбло Мицар Сталкер Блин Да ради Бога Кто угодно Мицар Сталкер Стол Да И кстати Смотри Кстати Смотри У нас ситуация Такая Что Евгений Медведев Назначает Оппонента Дмитрию Донскому На этот Матч Как Мы можем Следить За сюжетным Развитием Отношений Между Евгением Медведевым И Гамбитом С его Подопечным Они Далеко Не самые Теплые Да То есть Донской Постоянно Недоволен Но Евгений Медведев Гнет Свою Линию Этого Оппонента Готовит А Забудался А Этого Оппонента Дмитрия Донского Готовит Евгений Медведев Так Стало Быть Это Вполне Себе Может Быть Там Какой-то Вполне Даже Сложный Оппонент С которым Донскому Не то что Он захочет А ему Придется Повозиться Тот самый Оппонент С которым Донской Не Не сможет Разобраться Быстро Или Даже если Он захочет А это Не важно Потому что Ему придется Тянуть С этим Рессером Да Дерябин Господи Вот Дерябин Ты хочешь Подожди Стой Ну Это Это Как-то Было Слишком Жестко Потому что Ну Я не думаю Просто Посмотри У нас Свайп Против Феннера Как бы Феннер Не может Похвастаться Чем-то Большим Как бы Это Не самый Скажем так Сильный Соперник Да Далеко Не самый Сильный Соперник Для свайпа Будем честны Окей И че А Донской Будет призвать Дерябину И И И На что Ты мне клонишь Не забывай Свайп себе Сам выбирал Оппонента Донскому Оппонента Назначает Евгений Медведев Тем не менее Ну Блин Это Слишком Мне кажется Что Дерябин Будет В матче С Донским Сейчас И Вот Матч На время Ну Как-то Я не знаю Мне в это Слабо верится Потому что На Дерябину У меня тоже Есть мысль Но Она Немножко Дальше Будет Озвучено Я догадываюсь В принципе О чем Ты говоришь Но Но В принципе Ну Это Может быть Дерябин Ну Ёлки Палки Ну Это Может быть И Трипл Эйч Но Как бы Понимаешь У нас Неизвестный Рестлер Вот Собственно Говоря Поэтому Я все равно Не верю Давай Давай сам Пока Я на 5 минут Отойду Трипл Эйч Блин А что Смотри Выходит Такой Датсвай Ну Я вот Time to play The game Ага Ту-ду-дум 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 И все Ага И выходит Дерябина О боже Блин Собственно Вот Ну Может Фокусника Не думаешь Нет Да господи Завязывайте Ребят Ну Сколько Можно Ну Я не знаю У меня Есть Мысля Покопаться Немножко В рост Рен Фер Это Будет Какой Нибудь Скажем Человек Который Официально Не состоит В рост Рен С Дабл Но Его Могут Позвать На матч Донским Коля Сиплый Который Уже Был Как Может Быть Вариант Да Там Я не знаю Спайка Дайсмана Вот Я хотел Сказать Спайк Дайсман Может Кстати Говоря Спайк Дайсман По-моему Засветился На 106 Опасной Зоне Насколько Я помню Он В команду С Чистяковым Объединился Если Я Ничего Не путаю Но По-моему Что-то Что-то Такое Я читал Так что Спайка Дайсмана Могут Привезти Кого Мы Еще Имеем Ну Кувалда Вряд Ли Вертига Нет Вертигов Нет Я думаю Вряд Ли Нет Нет Тоже Не То Ну Вот В общем Говоря Такие Варианты Можно Рассматривать Вполне Можно Рассматривать Но Все Равно Я Становлюсь На Побла Поэтому Мне кажется Он Здесь Наиболее Подходящий Вариант Он И Крупный Мощный Соперник Ну Для Донского То Что Как бы Не знаешь Это Это Не Фенрер Для Свайпа Без Без Неуважения К Фенреру Как бы Но Здесь Он Смотрится В очень Проигрышном Состоянии Особенно После Двух Поражений Сворачивания Да Какая Нафиг В этом Разница Ты Ты Блин Не понимаешь Просто Вот Смотри Мы Конечно Понимаем Что Все Это Рестлинг Все Дела Но Сюжетная Составляющая Тоже Должна Быть Логичной Смотри Свайп Выбрал Себе Сам Оппонента Он Нарочно Выбрал Себе Легкого Оппонента Чтобы По-быстрому С ним Разделаться И Выиграть Себе Вот Эту Пятиминутную Фору Отлично Донскому Выбирает Оппонента Евгений Медведев Учитывая Их Взаимоотношения Евгений Медведев Будет Стараться Чтобы Свайп Сохранил Этот Титул Потому Что Ну Как бы Нравится Свайп Евгению Медведеву Как Не Крути Даже Несмотря На То Что Проиграли В Триумфе И Свайп Удержали Все Равно Достаточно Тепло Евгений Медведев Со Свайп Общается Именно Поэтому Будет Пытаться Чтобы У Свайпа Дальше Был Этот Экстремальный Титул И Поэтому Донскому Он Будет Вставлять Палки В колеса Чтобы Донской Начинал Матч А Смайп Выйдя На Все Готовенькое Размотает Тех Двоих И Все То 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 Ты Не Уважаешь Антонио Эль Компион Дель Пебло Это Не Того Калибра Птица Не Сказал Б Тем Более Антонио На Прошлом Шоп Увидел Фенрир А Кто Такой Фенрир Вон Человек Маски Сейчас Человек Маски У нас Алькор А Фенрир Это Все Таки Луч Одор Ты Абсолютно Прав Но Все Равно Я Останусь При своем Это Будет Антонио И Мне бы Очень Хотелось Посмотреть На их Матч Ну Слушай Я Вот Все Таки Не Соглашусь С тобой Вот Прям Категорически Я Все Таки Считаю Что Это Может Это Может Быть Дерябин Ради того Чтобы Насолить Донскому Чтобы он Не смог Банально Выиграть Блин Подожди Подожди Как ты говорил То что Донской Не особо Стремится Выигрывать По времени Есть еще И Гамбит Откуда мы знаем Чего они там Наговорят Но тем не менее Донской Изначально По тому правому Он не особо Настроен Был Состязаться Состязаться Во времени Достаточно Он участвует В матче Эти 5 минут Не знаю Для него Особо Не сыграют Роли Если конечно Мы же не знаем Пока еще Его оппонента Но все равно Он Спокойен Он уверен Что эти 5 минут Ничего не решат Поэтому Мне кажется Это и смысл Не знаю Ставить Против него Кого-то такого Попей водички Спасибо Ну ладно В принципе В матче Свай по Свай Победит Это практически На 100% В матче Донского Вот если Будет Знаешь так Нам вот Интересно Будет Вообще На самом деле Чисто из-за того Что Рессер Неизвестный Да И еще Огромная интрига Заключается в том Что Чей матч Будет первым Кто Скажем так Поставит Вот эту Временную планку Которую надо побить Ну кстати Да В этом тоже Будет интерес Определенный Тут уже Знаешь Варьировать Надо будет Уже Кто там Может победить Кто не может Победить Кому нужно Победить Честно Сложно Просчитать Варианты Учитывая Тех разных Соперников Которые мы Предлагаем И кто будет Раньше По карду Я не знаю Но у меня Честно говоря В любом При любом Раскладе У меня мысль О том Что Свай Выигрывает Это право Чтобы выйти Спустя 5 минут От начала матча Донской станет Заложником обстоятельств И он будет Биться Даже не сколько По своей воле А возможно Из-за соперника Он будет Биться Сразу же Прямо Мейн-Ивент Такого у нас Калибра Получается Да ты посмотри Какой титульный Мейн-Ивент Здесь Все самое горячее Что есть В NSW Да тут такой Титульный Мейн-Ивент С одной стороны Со стороны Ну давай так Команда Евгения Медведева Что ли Окей Пускай будет Правда Это неуважение К лаборатории Но все же Но тем не менее Ну смотри У нас командные Чемпионы NSW Короли командного Короли командного Дивизиона Правда почему-то Генеральный менеджер Берет эту фразу В кавычки Обычно У нас с этой стороны Вот два титула Командных чемпионов С другой стороны NSW Dream Team Как Юлиана Написала У себя На страничке Вконтакте Это Акила Чемпион NSW И у нас здесь Есть уже Ронни Кримсон Который стал Недавно чемпионом Независимой федерации Рестлинга Как раз таки На опасной зоне 106 С чем я безусловно Его поздравляю Это по моему В одной команде У нас чемпион NFR Чемпион NSW Ну слушай Это уже Придает Это такой статус Вообще Вес придает Команде Просто вообще Просто Блин Это такой вес И знаешь Что я тебе скажу Вот Мне не нравится Этот матч Так Интересно А что интересно То Очень сложно Будет Развить В дальней Развить Три Фьюда Которые Здесь Есть Здесь Три Фьюда Блин Их будет Я не знаю Как они будут делать Если конечно Это сделают Они мастерски Просто В ноги им поклонюсь Если так и будет Но у меня есть ощущение Что где-то будет Что-то непонятно Как по мне Акцент В этом матче Должен делаться Даже не на Акелу Шамана Не на Элиту Юлиану А вот на лабораторию Кримсона Орлова Потому что Они Узнали Что они будут Противостоять друг другу На битве На Неве Только на предыдущем Шоу И только на том шоу Все началось Сколько уже Рамсят Акела И Шаман Сколько Рамсят Уже Элита И Юлиана Но ты же видишь Насколько Это все достаточно Долго уже идет Это понятное дело Но ты Понимаешь Что как бы В командном дивизионе Вот это Их противостояние Оно только началось Да Оно Как бы Ну это завязка была На прошлом Шоу Поэтому Ну Оно Не настолько Подогрета еще Ситуационно Так а я тебе Что я ему говорю Вот сейчас Нужно акцент Делать именно на этом Именно поэтому Я недоволен Что Что лаборатория И Кримсон с Орловым Они вот в таком Масштабном командном матче Им нужно было Выделить время На то чтобы они Ну я не знаю Что можно было бы придумать Там я не знаю Вернулся бы Пришел бы Роник Кримсон Начал бы мстить За своего напарника Орлова Потому что там Лаборатория над ним Изрядно поиздевалась Орлов хоть и вышел Конечно победителем Из всего этого Но Кримсон Он мог бы вернуться Там я не знаю Вызвать профессора Матч один на один Там я не знаю Но хоть какое-то Превью должно было быть К этому всему Разумеется Командный матч Прям сразу Нельзя ставить Это на битву на Неве Пожалуйста оставьте Вот Ну или там не знаю Роник Кримсон Против Литана Она и его покалечить может Ради бога Но вот Вот я не знаю Как они будут Подогревать Мой лично интерес К противостоянию Лаборатории Кримсона Орлова Я не знаю Акела Шаман Отлично Я уже покупаю Это противостояние Элита Юлиана Пожалуйста Забирайте мои деньги Все Но вот здесь С командой дивизионным Непонятно А кто тебе сказал Что их противостояние Будет подогреваться Конкретно Только в этом матче Ты думаешь Они будут появляться Во время шоу Оскорблять друг друга И Вступать в конфронтации У нас заявлен Матч Диджея Против Представительности Лаборатории И ты думаешь Тем более Профессор Будет у ринга А где профессор Будет у ринга Там и будет Нет Вот И это хорошая Мишень Как бы Чтобы Скажем так Чтобы Что-нибудь Случилось Чтобы Орлов И Кримсон Просто выбежали И без повода Начали фигачить Лабораторию Я не знаю что можно делать Но говорю Факт остается фактом То есть Как бы Есть возможность Где Развить Это все противостояние Еще во время шоу Не только вот здесь И вот то что Вот допустим Это развитие Может быть Во время шоу И все это вот Вылиться И как бы Скажем так Выплеснется Вот в этом матче Нет Ну конечно Профессор может сказать Пару слов В адрес этой Команды Из Ронни Кримсона И Дмитрия Орлова Безусловно Он может сказать Да они выйдут Да начнутся какие-нибудь Гляделки Там я не знаю Блин Не дай бог Пописание контракта Назначат Я не люблю это мероприятие Я прям серьезно Вот честно Потому что оно предсказуемое Да Мордобой Всегда в основном Вот да То есть Они Да он может сказать Пару слов В адрес этой команды Профессор Я имею ввиду Вот Но как бы Это все Немножко не стыкуется Опять же Пара слов От профессора Потом Наступает Ответное слово Все я за тебя Замолву слово Ты произвел На меня впечатление NDJ не впишется В лабораторию А он не впишется В лабораторию А кто сказал Что он станет Частью лаборатории А что значит Тогда я замолвлю За тебя словечко Что ты будешь У нас в ростере А Только в этом что ли Ну а что Он получит работу В крупнейшем Промоушене Санкт-Петербурга Ой Ну я не знаю Очень много у меня На самом деле Вопросов Вызывает Вот назначение Именно этого матча Ну ты сам понимаешь Короче То что Вот посмотри Сойдутся просто Две огромнейшие силы Просто И мне кажется Будет какой-то коллапс Да коллапс и будет Просто будет что-то Это фиаско братан Не-не-не Не в том плане Коллапс Просто понимаешь Это значит Когда две силы Огромные сталкиваются Бам Происходит Большой взрыв Вселенная появилась Вот Скажем так Ну там Ну не суть Как бы Просто понимаешь То что Как бы у нас Реально Что-то должно произойти Что-то должно произойти Такое Что вот просто Ну Здесь Это просто не может Не произойти Что конкретно Я не знаю И Блин Я с нетерпением Жду это Чтобы увидеть это Потому что Две Главные Просто силы Всего года Можно сказать Ну Разве что Команда Их Орлов и Кримсон Ну так Постольку Поскольку Были Насколько я помню Ну Не супер Светились Кто Орлов и Кримсон Не светились Где В NSW Ну Не Ну не прям Чтобы сияли Скажем так Они засияли После побед В триумфе А В этом плане Да А они в NFR В основном рулили Вот Вот Как бы И Блин Ну Сейчас Это что-то должно быть Прям Взрывом Каким-то Что Мы увидим этот взрыв Сейчас А последствия Ощутим На Битве Ну Я не знаю Ладно Хорошо Пусть так В любом случае Матч назначен уже Как бы Я не бомбил Бессмысленно Его никто Ради меня Не отменит Но Как ты думаешь Как он закончится Будет ли победитель Хорошие ребята Хорошие ребята Победят Мне кажется Почему-то Потому что У меня есть свои мысли На битву на Неве И Поэтому Сейчас Было бы Неплохо Победить Хорошим ребятам Как ты так думаешь Как тебе эта идея Ну Не чисто Не чисто Победить Там будут Просто Кузерьма И прочее И прочее И прочее Но В конце Вот этого Финального шоу Перебитого на Неве Хорошие ребята Должны Скажем так Стенд Стендинг тоу Скажем так Хорошо Кто кого А вот тут Я тебе не скажу А вот тут Я тебе реально Не скажу Но По факту Вот я говорю То что Матч Вообще Как бы Шоу Должно закончиться Тем То что Хорошие ребята Ну и Как вот По моему Вот То что Я себе Сформировал В голове То что Хорошие ребята Ну Как бы В данном Случае Должны Остаться Победителями А я думаю Что Элита Снова Юлиану Таки Удержит И У нас Ну а На битве На Неве Уже Юлиана Возьмет Реванш Ну это Мы забегаем Уже вперед Да То есть Ну у меня Есть Подозрение Что вот Как раз Таки Именно Плохие Парни Я имею Ввиду Команда Ака Евгения Медведева Ой Не Ака Аля Евгения Медведева Аля Команда Вот И Есть Подозрение Да Ну смотри Давай просто Порассуждаем Смотри Акела Не может Быть удержан На приоре У меня Есть ощущение Что Ронни Кримсон Теперь Учитывая То что Он носит Блестяшку Тоже Не может Быть удержан Шаман Не может Орлов Уже Блин Удержан Был На предыдущем Шоу Насколько Я помню Недом Да Вот Раз Тебе На Что у нас Шаман Не может Быть удержан По той же Причине Айзенхарт Это слишком Круто Чтобы удерживать Айзенхарта Ты не дерябин Нед Ну тут Сомнительный К сожалению К сожалению Уже сомнительно Да Если мы раньше Думали Что Неда Невозможно Удержать То все Увы Сейчас Как бы Его Скажем так Его персонаж Ну Скажем так Подпорчен Подпорчен Я допускаю Вариант Что Неда Вот если Хорошие ребята Победят Нед может Удержать Неда Могут Удержать Кримсон И Орлов После своего Командного Финишера Вдвоем Бэкстейбер Плюс бомба Вдвоем Да Вдвоем В таком случае Да Окей Убедили Учитывая то Что я думаю Мол Элита Проиграет Юлиане На битве На Неве Я думаю Вот она Сейчас Может Еще Последний Раз Удержать Юлиану Типа Принести Победу Да Но Руководствуясь Твоей Точкой Зрения По тому же Принципу Юлиана Может Удержать Элиту Так что Я не знаю Мне душа Ближе Лежит К плохим Парням То есть Почему-то Мне кажется Что Странно На самом деле Ну Такое Обычно Ты Любишь Хороших Парней Ну Я люблю Да Но Если Хилы Крутые Что Я Сделаю Нет Согласен Но В данном Случа Я Считаю Что Должны Победить Хорошие Ребята Перед А вот Уже На битве Это Мы узнаем На битве Конечно Это Уже Узнаем В следующем Подкасте И там Обсудим Все Это Дело Ну Вот Я Все Думаю Что Команда Евгения Медведева Все Вот Ну Ладно Вроде Как Мы По всем Матчам Уже Пробежались Да Да Постер Обсудили Он Классный Крутой Красивый Давай Известру Сейчас Оставшуюся Тему Кто Же Этот Третий Участник Матча За экстремальный Титол На битве Потому что Мы его Узнаем Уже Вот В эту Субботу Собственно Говоря Поэтому Давай Может Обсудим Какие у тебя Мысли На этот счет А ему Может Стать Дерябин Вот Вот Поэтому Я тебе и говорил То что Дерябин Не останет А что Ему мешает Выйти в матч Против Донского Скажи мне Ну давай Не будем Возвращаться Уже обратно Я просто Считаю То что Как бы Под все Описание То что Евгений Медведев Дал То что Человек Отказался Уже От этого То есть Ему Это не надо Он уверен Это такой Хороший Поступок Мол Я так Смогу Победить Поэтому Мне кажется То что Из всех Кто В данный Момент В активном Ростере Нашем Антон Дерябин Это единственный Человек Кто Ну так Подходит Под описание Плюс Это действительно Крупная Фигура Которая Может Такую Прям Создать Конкуренцию Свайпу И Дмитрию Смотри Что еще В пользу Дерябина Можно сказать На предыдущем Шоу Когда Лопатка Вел Весьма Конструктивный Диалог С Евгением Медведевым Он Ну и когда Дерябин у меня На коленках Сидел Сказал Ну такую Вещь Что Мол Ты думаешь Что ты все Контролируешь На самом деле Все не так А следующим Чемпионом Вообще Будет Дерябин Да Но каким Он не уточнил Да И вполне Себе Может быть Что Там Евгений Медведев Насколько я знаю Ничего против Антона Дерябина То и не имеет В принципе То есть Каких-то конфликтов Там ярых Не было Не было Это у нас Там только один Менеджер Ненавидел Дерябина Давно Давние времена Виктор Побот Который Вот Но С Евгением Медведев Немножко Другая история Он все-таки Против Дерябина Ничего Не имеет Именно Поэтому Он может Его Вот Туда Вписать Да Это все Дело Уповая Как раз Таки На то Что Свайп Выкрутится Из этой Ситуации Ну Он же Я же говорил Да Что Евгений Медведев Хочет Хотел Бы Чтобы Свайп Поставил Этот Титул За собой Вот И Именно Поэтому То есть У нас Как Смотри Располагается Масти У нас Начинают Бой За экстремальное Чемпионство Дерябин И Донской Естественно В 5 минут Это все Не заканчивается Не заканчивается 5 минут Проходит Выходит Свайп Уже Подуставший Дерябин Донской Да Там Свайп Будет Доминировать Над всеми Ними И Вполне Вероятно Что По такому Развитию Сюжета Он Сохранит За собой Чемпионство Но тут Я вижу Еще один Подводный Камень В лице Чемоданчика Фредди Мачете Да Что вот То есть У нас Получается Такой Многоступенчатый Матч Получается Вот если Так подумать Ну С точки зрения Того Как мы Его себе Представляем То есть Начинает Матч Двое А спустя 5 минут Выходит Третий И В конце Еще Может быть И В конце Еще Фредди Серьезно Новый год Уже скоро Уже скоро Зима Близко Зима Близко Да Вот Так что Пора бы Фредди Выходить на сцену Уже И зажигать Но Не за главный Титул Все таки Нет За главный Титул Боюсь Там Слишком Все плотненько Да Я лично Не хочу Чтоб такое Было Потому что Там Сейчас Свои Действующие Лица Не надо Туда Лезть Там Сейчас Забито Им мешать Не надо Да А здесь Себе дороже Как говорится А здесь Пожалуйста Как бы Здесь Полный Простор Ну вот Ну ладно И в общем Говоря На сегодняшний день Мы знаем Что у нас Какие матчи Назначены На битву На небе То есть Это будет Матч за экстремальное Чемпионство Который Изначально Трехсторонний Заявлен С третьим Участником Которого мы узнаем Как раз таки На буре Перед битвой Но мы Свои версии Высказали Там посмотрим Командный Командный Титлой НСW По правилам Два из трех Да Лаборатория Против команды Стоящей Чемпиона Независимой Федерации Рестлинга Ронни Кримсона И его напарника Дмитрия Орлова Также у нас будет Женский матч Еще мейн Ну да Еще мейн Что балдел Что ли Да Так подожди Давай Я про женский Даже забыл Женский матч Да Это Юлиана Против элиты Не знаю По моему Ну мейн ивент Понятно Что до мейн ивента Мы ничего не забыли Пока Что мы знаем На данный момент Нет Все Как бы Больше у нас Пока ничего Не было такого Объявлено Наверняка Наверняка Будет Какое-нибудь Что и какое-нибудь Действо На Дилайта и Алькора Наверняка Планы на битву Не имеют По любому Без них нельзя А так В принципе Все предели Ну разве что У нас остались Еще Робу У нас остался Федер У нас остался Мицар У нас остался Сталкер У нас остался И диджей Возможный Пуэбло Петруха Пуэбло Петруха Да Как бы Поэтому Их тоже Я думаю Они появятся Однако Не покидает Меня мысль Что Лопатка Рано или поздно Объявится Ну думаю Не сейчас Потому что Блин Это было бы сейчас Глупо Я вот Ну серьезно Меня не покидает Эта мысль Что Лопатка Просто может Заявить себе Из ничего Просто возьмет И заявит себе Я не знаю Что он может сделать Вмешается куда-то Хотя казалось бы Он сказал Что ушел А на самом деле Это он Что сказал Он сказал Что может Будет появляться Когда захочет А слушай Знаешь Сейчас Твоя вот Тирада Знаешь Напоминает Прошлую битву На Неве А что там было Когда Мороз Вмешивался В матч И убивал людей А Ну там Просто так Ну как бы Этот Заявляй о себе Заявляй о себе Лопатке Не нужно Заявлять о себе Все и так знают Кто это Понятно Все знают Кто такой Мороз Вот Я к тому Говорю То что Ты вот Говоришь То что Он типа Будет появляться Когда захочет А он Трудно же захочет А я вмешаюсь В этот матч Вмешаюсь В тот матч А я вмешаюсь В этот матч И в этот матч Ну я не знаю Если Лопатка Будет теперь делать так Что он просто Пришел Разрушил Ушел Просто так Не для чего То это Извините Это плохо Его позиционировали Как все таки Персонажа с мозгами Ну слушай А на этот Какого Доставить неудобства Евгению Медведеву Что что Евгений Все уже Выстрелил А лопаткой Пошел И наплевал Ну слушай Может быть Может быть Ну ладно Я честно Не знаю еще Что можно добавить Ну слушай Все что можно будет добавить Мы добавим Уже в следующий подкаст Где уже Будем высказывать Свои мнения Уже конкретно Уже по Битве на Неве И вот По Грядущему Сейчас шоу Вот Ну что Есть еще что добавить Ну разве что Стандартную Нашу речь Приходите на шоу НСВ Обязательно Друзей приводите Родственников Не знаю Кошек собак Брать нет Да кошек собак Не надо Не надо да Но попугайчиков Можно Вот 7 октября 18.00 Буря перед битвой Лесной просвет 59 Корпус 7 Адрес не меняется Приходите Будет интересно И да кстати Стоит напомнить То что Билеты На это шоу Идут по скидочной цене То есть как бы Они дешевле А да Сам генеральный менеджер Снизил цену Он сказал Это его подарок нам Собственно говоря Поэтому сейчас Вы можете Спокойно За более Низкую цену Прийти И посмотреть Хороший рестлинг Да А кстати Там еще поступила Такая информация Что на шоу Будут продаваться Плакаты С автографами Рестлеров Не знаю как вы Я например Очень хочу А я не только хочу Я и куплю Этот плакат Потому что Ну слушай Это такой плакат Украсит любую стену Любую стену Любую стену Любого фаната Рестлинга У меня например Висит уже Один плакат Битвы на Неве У меня тоже Еще там С сотой зоны У меня висит Короче Приходите Будет Круто Классно Классно Весело Надеюсь Наши подкасты Стимулируют вас На Интерес К данному продукту Честно говоря У меня у самого Каждый раз Интерес Все больше Просыпается Когда мы с тобой Начинаем Это дело Обсуждать Так что Ждем Всех на шоу Приходите Будет круто Ну в общем Мы там тоже На шоу будем Если что Подходите Пообщаемся Как обычно Как обычно Ну что ж С вами тогда Я Евгений И я Николай И я пока И я пока